И отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с престольным праздником нашего храма в памятью пророка Претечи и Крестителя Господня Иоанна. Мы отмечаем его обретение. Несколько раз обреталась с него глава, и словно драгоценное сокровище, она износилась для почитания верным, чтобы мы не забыли о подвиге, который совершил Иоанн Претечи. Не просто его называют Крестителем всех людей, но главное, что он, как пусть крестный Отец для нас, каждому показывает свой пример. У него можно научиться всем сословиям и всем народам. Ибо он был и пророком, и мучеником, и преподобным, нес молитвенный подвиг, постником. Он стоял за правду, и столько добродетелей в нем вмещались, что Господь, как вы и слышали в сегодняшнем евангельском чтении, сказал о нем, как о самом великом человеке, кто был рожден здесь, на земле. И это высокое звание он получил за огромную любовь, которую имел Бог. И сегодня, вспоминая его память и радость, что у нас тоже есть часть его святых мощей, мы благодарим Господа, просим, чтобы по молитвам этого великого святого, и нам Господь даровал стоять в вере, в правде, учиться благочестию, помогать ближним, и совершать такую молитву, которая могла бы дойти до неба. И чтобы небо всегда слышало нас, как слышит Господь своего пророка и предтечу. Мы видим всегда на иконах, где изображается Господь-Содержитель по одну сторону Матерь Божия, по другую Иоанна предтечу. Тем самым Церковь особое место определяет ему, как молитвеннику и ходатаю после Царицы Небесной. Поэтому будем почаще обращаться к этому дивному святому, который жил на рубеже Ветхого и Нового Завета. Он ценил в себе эти две части человеческой истории, указал на Спасителя мира и проповедовал покаяние. Я желаю всем вам по молитвам пророка и предтечи Иоанна, на Божию помощь и спасение, и такого же состояния Духа, такого же горения Бога, какое было у этого святого. Я приглашаю завтра вас на Божественную Литургию. Она состоится здесь, в этом храме, в 8 часов утра. И вместе с продолжающимися светлыми днями Масленицы будем, вспоминая великого постника, предтечи Иоанна, молить Господа, чтобы он нас укрепил в предстоящем постном подвиге, а лучше, чтобы наша душа укрепилась в благочестии, чтобы мы могли действовать не просто смело, стоя за правдой, а чтобы каждое наше слово было растворено любовью. И если мы научимся в правильном отношении к нашим ближним, то это уже будет победой в Великом посту. Я желаю всем вам помощи Божией, Ангелы-Хранители в вечерний час, и пусть Господь по молитвам святого Иоанна Семен-Течи поможет нам на нашем близком пути. С праздником всех вас! Храни вас Господь!